Так, ну вот, ребята, я тут просто параллельно две серии снимал. Я сейчас нахожусь в селе Филипповка. Что я тут делаю и как я тут оказался, смотрите в предыдущем выпуске. Сейчас ссылочка всплывет. Ну а я сейчас допиваю, доедаю шоколад и дальше в путь в город Пермь. Дело в том, что еду я туда на несколько дней. Я забронил гостиницу и контакта у меня с этой гостиницы нет. Они просто не берут трубку. Но сейчас поедем в Пермь. Это совсем недалеко, 100 километров. Будем как-то искать жилье. Я не знаю, что как-то будем выкручиваться. Время сейчас час тридцать и ехать до Перми буквально может быть где-то еще час. Дело в том, что я сегодня очень рано встал. Вспалось мне сегодня не очень хорошо, поэтому я что-то подустал уже. Полдня в дороге, по пещере походили, погуляли. Ну, ладно что, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем привет, доброе утро. Я сейчас стою на речном вокзале в городе Перми и у меня случилось страшное. Дело в том, что вчера, когда я ходил, снимал для вас этот замечательный, красивый город. Вернулся я вечером в гостиницу, начал проверять файлы и больше половины из них, они оказались просто биты. А дело все в том, что в свое время я покупал вот такие вот флешки. Вот такие вот флешки, господи, попадало все. И они оказались... Не, они класс 10, то есть они нормальные, и у меня камера их записывает, но они слишком слабоваты, потому что я пишу довольно в большом разрешении, с большим количеством FPS. И эти флешки, они мне не подходят. Вот. И я хочу, их у меня тут 8 штук. 8 штук. Эти флешки я хочу разыграть среди вас, среди всех тех, кто сделает репост этому видео, а точнее в группе я выложу пост с видео с этим, с города Перми. И из тех, кто сделает репост, я разыграю эти 8 штук, то есть будет 8 призовых мест. Ну, а сейчас я купил себе хорошую флешку, и она записывает. Нормально пришлось потратиться. И что, пойдемте снимать, сейчас мы все увидим. Ну, а я сейчас нахожусь на пирсе реки Камы, за моей спиной речной вокзал. И вот та самая знаменитая надпись. Счастье не за горами. Да. Кстати, ребята, вот на одном из таких причалов снималась одна из сцен, где Калян с Лерой. В общем, у них был романтик. Ну, вот мы и поднялись. И вот эта река Кама. Как пилась песня в одной группе. Эта река Камы. И вот эта река Камы. Камы. Сейчас на речном теплоходе поплывем, кстати, тот как раз, который я и показывал, на 11. Вон там уже стоит, а время у нас, время 10.28, ну еще полчаса. Друзья, я совсем забыл сказать, стоимость, чтобы прокатиться, полтора часа, внимание, ребята, полтора часа. Сегодня пятница, стоит всего 380 рублей, а будни там чуть-чуть подешевле. Кто знает, сколько стоит у нас на плотинке прокатиться, напишите, пожалуйста, в комментариях. И сейчас мы прокатимся и скажете, стоило оно того денег или не стоило. Я надеюсь, меня хорошо слышно. За моей спиной сейчас уходящая вдаль Пермь. Ну а мы дальше продолжаем свое путешествие на теплоходе Москва-42. Плывем по великой реке Гаме. Ну и наш белый теплоход уходит вдаль. Ну а мы счастливые и довольные плывем. Продолжение следует... И... Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Сейчас мы посмотрим, что там Собственно, ничего обычного Простой половин Все просто Сел, помыл И ушел Вот, ребята, только что запускал стрим для вас Если для тех, кто не смотрел, пропустил его Ну, по понятным причинам Потому что пятница, сегодня рабочий день Заходите в группу, смотрите Он где-то там обязательно в видеозаписях есть Ну, а мы идем дальше Вверх по реке, как мне написали в стриме Всем спасибо, кто, кстати, его смотрел Ну все, вот мы уже и на суше Ну что, ребята, пойдемте дальше исследовать этот город Смотреть, что тут еще интересного есть И что будет дальше в выпуске Если вы смотрели мои выпуски до этого Я немножко так приоткрывал эту завесу таинства И сейчас мы отправляемся, да, именно туда Пока мы ходили по этой реке Сюда подпугал такой большой теплоход Огромный просто Красота Замечательно было Ну, а по пути к моей машине Мы опять же мимо проходим Эти самые знаменитые, наверное, надпись в Перми Да-да, счастье не за горами Блин, сегодня просто вообще бомбическая погода Прям здорово В Екатеринбурге дожди, сырость Холод, мороз, а тут лето Вот за что я еще полюбил Пермь За то, что тут лето Это вот я и добрался до этого дома До дома, где жил Колян Он как раз сейчас за моей спиной Дом этот называется Домом Грузчика Блин, слушайте, реально прикольное место Прямо двор Все вот как в сериале Пойдемте посмотрим его, походим Да Знаменитый у вас тут дом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Именно здесь стояли декорации для съемок Ну понятно, что самого участка-то нет Это съемочная площадка Но декорации стояли именно вот здесь Во Дворце Молодежи Ну а мы движемся дальше Еще одно интересное место Помните, Колян с Эдиком работали в одном магазине Сотики И сейчас я пойду к этому зданию Понятно тоже, что сейчас этого места нет Да и не было там, наверное, никогда никакого сотика Но тем не менее пройтись мимо этого места Поснимать и вам показать можно Пойдемте Ну вот, собственно говоря, тот самый дом В котором располагался этот сотик Находится сбоку дома То есть с торца дома И сейчас мы туда как раз завернем Я сейчас туда мимо там проходил Сейчас там, конечно, ничего нету Я не знаю даже там арендует, не арендует кто-то это место Но тем не менее показать его стоит именно там, где снимали реальных пацанов Пойдемте О, Коль, привет Че, в кино собрался? Ну, слышь, Иванчук Не подскажешь, на что сходить, если с девушкой, а? Да пофигу Тут ретроспективы испанского кино Все фильмы хорошие Можешь на Альмадово расходить или на Колян, ты че, как? Да мне вообще ништяк Да я не с тобой вообще-то разговаривал Иди кино пока смотри Колян Посмотри-ка на меня А у тебя птичьи глаза Какие глаза, Колян, ты че? Ты давай, соберись А помните, был такой персонаж в реальных пацанах? Настя Иванчук Это Настя и Настина мама Зинаида Григорьевна Ну, как говорится, у нас товар, у вас купец И почем нынче такой товар? Ну, может, к столу? Так вот, сбором места этих ночных бабочек, так скажем Было ДК имени Калинина И сейчас я вот нахожусь именно здесь, на этом месте Вот, куда, где вот они собирались Куда приходил Базанов, своей возлюбленной Анастасия Это именно то самое здание Ну, собственно, вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше И следующая точка нашей остановки Это будет легендарное кафе Кумир Из второго сезона Когда пацанам Иваныч отдал это кафе Коляну И они вели там свой маломайский такой успешный бизнес Ну, собственно говоря, сейчас мы туда и отправляемся Кафе Кумир помните? Ну Пошли там и согреемся Ага, оно закрылось давно У меня ключи есть Ну, пошли, холодно, по дороге все расскажу Ну, конечно, пошли Что тут так темно, как в жопе, а? Сейчас я выключатель найду Ого Что-то ты, Колян, у Иваныча-то вместо уборщицы, да? Слушайте, пацаны Может, поможете мне тут прибраться, а? Ну, по старой дружбе По старой дружбе Тогда с тебя косарь Пятьсот Пятьсот Каждому Согласен? Ну, а тем временем я сейчас нахожусь в районе, район Крахалева И именно в этом доме за моей спиной располагалось то самое знаменитое кафе Кумир Помните ту серию, когда Иваныч отдал пацанам это кафе? Да хрен стой, Колян, ладно Хочешь делать, займись, сделай Но Хоть раз ты хоть с одной проблемой ко мне придешь по поводу этого кафе Я тебя обратно в твою сотовую связь запихну, понял? Спасибо Пожалуйста В этом кафе снято много классных серий И про бояру Сектанты к ним приходили в это кафе Ну, вот, собственно говоря, в этом месте Сейчас здесь находится магазин Пятерочка Ну, а было кафе Вот, ребята, и заканчивается моя поездка в Пирь Город мне безумно понравился Но единственное есть одно, что меня огорчает Это дороги, блин Я не привык к такому количеству пешеходных переходов И это довольно тяжело в таком трафике Просто пешеходных переходов большое количество И все не регулируемые Довольно сложно ездить Я не против пешеходных переходов Но Они все-таки должны быть регулируемые Ведь это все-таки безопасность пешеходов В завершении сегодняшнего выпуска Я хочу вам сказать, что город мне все равно понравился Он превосходный, он действительно красивый Для путешественника, для человека, который хочет сменить обстановку Посмотреть что-то новое Действительно, Пирь очень даже к этому подходит Замечательный город, просто великолепный Мне безумно понравилось Я вам не показал еще много мест, где снимали реальных пацанов Это институт Пангниу Что это за набор букв? Автосервис пацанов Кафе Санта Она же Санта-Барбара Где собирались Лера и ее подружки-мажорки ЗАГС, где были две свадьбы Базанова с Анастасией Вали с Эдиком Но это сделано было специально для того, чтобы вы сами приехали сюда В этот замечательный город Походили, погуляли и посмотрели Я напоминаю, что на моем канале Сегодня проходит розыгрыш Результаты розыгрыша я, наверное, оглашу через пару выпусков Либо через один выпуск Что вам для этого нужно сделать? Прийти в группу Будет ссылочка в описании Сделать репост с записью Именно вот этой записи Там будет написано слово «Конкурс» И рандомом я выберу 8 человек Потому что у меня 8 призов Вот разыгрываю вот такие флешки Это, кстати, на самом деле хорошие флешки Объемом 64 гигабайта Ну а на этом все Мой выпуск заканчивается из замечательного города Ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на мой канал Обязательно делайте репосты Это помогает развитию моего канала Увидимся в новых выпусках До встречи!